Дивную повесть жизни преподобной Марии Египетской донёс до нас святой старик Зосима. Однажды к старцу Зосиме явился ангел Господень и сказал, чтобы он шёл в монастырь близ Иордана. Старец пробыл там некоторое время, познав подвиги, неведомые ему. В Великий пост Зосима покинул монастырь и углубился в пустыню для уединения и молитвы. После многих дней пути старец увидел многого человека с белыми, как шерсть, волосами. Увидев старца, человек стал убегать от него, затем, спрятавшись за камнем, сказал, «Отец Зосима, я не могу предстать пред тобою, потому что я женщина. Брось мне что-нибудь из одежды, чтобы прикрыть наготу мою». Отдав часть одежды женщине, Зосима в страхе понял, что незнакомка знает его имя и даже то, что он священник. Он стал просить святую помолиться Господу за весь мир и себя грешного, чтобы его скитание по пустыне не прошло бесплодно. И она, послушавшись священника, исполнила его волю. Всею душою своей, устремившись к Богу, она приподнялась над землей, так как тело ее стало невесомым. И так, стоя на воздухе, молилась. Увидев такое чудо, Зосима со слезами на глазах просил ее рассказать о себе. Ничего не утаив из своей прошлой грешной жизни, она поведала. Родом я из Египта. С 12 лет, оставив своих родителей, я предавалась порочной жизни. В 17 лет я совершала грех со всеми, не беря при этом платы. Однажды я попала на корабль, следовавший на праздник воздвижения креста Господней в Иерусалим. Во время пути много позорных дел было мною совершено. В Иерусалиме я вместе со всеми отправилась в храм, но неведомая сила не дала мне войти в церковь, когда другие входили легко. Я поняла, что мерзость дел моих не пускает меня в храм. Я долго плакала, а подняв голову, увидела икону Пресвятой Богородицы и взмолилась к ней. «О, Владычица Дева, помоги мне, оставленной всеми, стань моей поручительницей перед сыном Твоим, и я более не скверню себя грехом, но, возрев на крест животворящий, отрекусь от соблазнов мира, и пойду, куда Ты меня направишь». После этого, свободно войдя в храм, поклонилась к кресту. Обратившись к иконе, просила наставить на путь покаяния, и был голос от иконы. «Ступай за Иордан, и там найдешь покой для души». Я так и сделала. Первые годы я страшно мучилась, питалась коренями, голодала, одежда истлила от времени, и тело то страдало от колда, то горело от зноя. А более всего, меня мучили воспоминания о сладостях прежней жизни. Я мечтала о мясе и вине, мне хотелось петь и плясать, но тогда я с плачем взывала к поручительнице моей. Через семнадцать лет страсти меня оставили, и сила Божия преобразила мою грешную душу. Последние тридцать лет я питаюсь и покрываюсь лишь всесильным Словом Божиим. Беседуя с преподобной, старец восхищался ее знанием священного писания, псалтыри, пророков. Он не выдержал и спросил, где она все это изучала. «Ей не умею читать», – отвечала святая с улыбкой. Услыхав такое, старец хотел было броситься в ноги великой подвижницы, но святая удержала его. Попросила через год принести святые дары к Иордану, чтобы, подобно апостолам, причаститься и в Великий Четверг. Через год Зосима был на месте. Сокрушаясь, что не позаботился о лодке. Но святая, озаряема сиянием луны, перекрестила ее Иордан и пошла по воде, как по твердой земле. Старец же предложил ее укрепиться принесенными смоквами, финиками и пшеницей, немного вымоченной в воде. Но она взяла лишь три зернышка пшеницы, сказал при этом, «Этого достаточно, ибо благодать пищи духовной, сохраняющая душу неоскверненной, насытит меня». Через год Зосима вновь пришел в пустыню и достиг места, где увидел преподобную. Она лежала на камне, со сложенными на груди руками. В изголовье блаженно почившей старец прочитал на земле надпись «Отец Зосима, погреби здесь тело смиренной Марии, скончавшейся после причащения божественных тайн 1 апреля». Зосима отпел почившую Марию и стал рыть яму для погребения. Но сухая земля не поддавалась усилиям старца, и вдруг он увидел огромного льва, стоявшего у тела преподобной. Тогда старец сказал зверю своими когтями выкопать могилу для погребения тела преподобной. Лев передними лапами выкопал яму, достаточную для погребения, и отправился в пустыню. А Зосима, предав тело земле, удалился в свою обитель, где подвязался Богу, пока не представился в столетнем возрасте. Память преподобной Марии Египетской чтится 1 апреля, воскресенье и четверг пятой недели Великого Поста. Память преподобного Зосима 4 апреля. Дивен Бог у святых своих. Память преподобного Зосима 4 апреля и